По милости Господа Бога мы дожили до этого дня, которого апостолы ждали и не знали, когда наступит этот день. Обычно так, на другой день. А здесь сидите и ждите. Перед этим только было побуждение к великой активности. До конца вселенной дойдите, донесите Слово Божие. И вдруг антракт молчания. Сидите и ждите. Сидите и ждите. Это тоже сильное дело. Пример из истории есть. Кутузов говорит, если бы царь не побуждал, в Бородинской битве не было бы. Французы так померли бы зимой. Ну, царь побуждал, я поэтому... Надо сидеть было и ждать. А то, что до Смоленской... Надо учиться ждать. И Господь говорит, сидите в Иерусалиме и ждите обетованного Духа Святого. Как это непонятно было. И воскресший явился, дунул и говорит, примите Духа Святого. Рассказал, значит, приняли. Кому простите, простите. Значит, уже и апостолы могли прощать. А чего ждать еще? Сидите и не разговаривайте. Пояснений вообще никакого нет. Мы знаем. Сейчас троится. Это 7 недель прошло. 7,7.49. 50-й день сегодня. Еще неделя пройдет. Наступает полоснеделя сплошная. Все расписано. Надо войти в обстановку того времени. Чего ждать? Как они собирались? Какие молитвы считали? Вот мы сейчас знаем, что Христос воскрес не считается. Царю Небесный считать нельзя. А сразу Святый Божий, Святый и Крепкий. Те, которые составляли богослужение, они тоже не знали, что делать. Христос вознесся. А надо ли Христос воскрес? Тут решили твердо. А Царю Небесный? А где же он, Царь-то Небесный? А он еще тогда не сошел. Ждите обетованного. Это 1,8 мы считаем деяния апостолов. И они сидели. Никуда не ходили. Ни один, ни два человека было. Написано 120. Кроме апостолов. И они ждали силы. Может быть кто-то думал, какую силу надо. Живем в природе. Рыбачим. Лодку вытягиваем на берег. Сети тащим полные. Так что... Ну не наши, Галияны. Лодка Тавола. До 152 написано больших рыб. Мы-то большое ни одно не поймали. Они все на память приводили. И как шли, и как было. Ну почему такая неопределенность? Вот в этой неопределенности они поняли свою немощь. 10 дней до размышлений. Это настоящий монастырский срок. Все. Бог устроил сам монастырь только на 10 дней. Больше благословения нет. Сидели в одном месте. Закрыты за дверями. Вот тебе монастырь. Мандра это дверь. Мандра стена означает. Архимандрит, начальник стены. Вот они поняли. Ничего не знаем. Ити силы нет. Боимся на все защелки, запоры, на все крючки. И нигде ни один носа не высунул. Почему? Молва идет. Его украли. Кто украл? Украли. Эта молва была не просто так, за деньги купленная. То есть Иисус не воскрес. Другие пустили. Молва не умирал. Его просто Бог на небо взял. Не думайте просто. У мусульман так пишется, но в Коране и в книге. Он не умер. Это пророк Иса. И если его взял Аллах, я не называю никогда эти имена, но тут приходится прямо сказать. Они верят, что Он на небе, Он придет. Но нам бы только радоваться. А что из этого, когда искупления не было? Мы еще в грехах. Если Иисус не воскрес, мы все в грехах. Мы повинны смерти. Апостол Павел в день и ночь об этом говорит. Считаем 15-й главу первого послания к Коринфянам. Вы от начала приняли то, что я вам сказал, что Иисус пришел и умер, и в третий день воскрес. Мне не раз приходилось встречаться с мусульманами. Очень хорошие люди. Считайте Евангелие, все равно ошибку допустили. Или переписали, или умышленно. Да все Евангелие на этом. Пророчества об этом говорят. Ни один, ни два, около трехсот. Когда мы это поймем, а нам надо это понять к завтрашнему дню, тогда мы поймем, почему этот праздник столь неопределенный был. А что в этот праздник делали евреи? Они тоже ждали. У них день пятидесятницы. Отмечался 50-й день. Приносили первые снопы, пожимки с разных полей. Ставили. И вот наступало время праздника. И они, священник, брал сноп и трес. Шумело. Ну и зерно, когда полное, колоси друг от друга трутся. Где? Вот это означает со всего мира. Люди придут, приносящие добро. И они пришли на праздник. И вдруг шум. Огненные языки. И не просто пламя разнес, а на каждом почил. Этого никогда нигде не было. Да мало этого, они все вдруг заговорили. Понимали ли они друг друга? Но люди со всего мира, которые были евреи, рассеянные, как русские из эмиграции, они язык-то свой забыли, уже тем языком разговаривали. И вдруг слышат, на нашем наречии говорят. И говорят о великих делах Божьих. О Христе, который воскрес, который обещал Духа, и Ему имя Параклет. Параклет. То есть утешитель. Вот человек, когда в беде, говорит, ну кто бы утешил меня? А утешить может тем вернуть потерянное. А потерянное никто не вернет. Ну ты не... Ну что ты так убиваешься? Ну у тебя еще ребенок один остался. А может ни одного не осталось. Ну жена у тебя еще есть там. Этого нету. Ну церковь молится за тебя. Здесь утешения никакого не было. Учитель ушел. Они как сироты сидели. Вот когда в эту обстановку войдем, мы надо всегда войти в эту обстановку. Мы тогда поймем, завтрашний день данный нам, что Духа Святого. К нам приезжают сюда на крещение нынче необычные люди. Много слышали бы об отце Владимире Головине. Он миллионам людей известен на весь мир. И вдруг не угодил там начальство, на него напали и лишили сана. Он не священник сейчас. И надо с этим согласиться. С ним вместе его сын Анастасий, и романах, и его лишили сана. Сейчас я сегодня передам, чтобы он жену Ирину свою захватил. Ну, приезжает он не один. И чтобы и сын-то приехал. Он говорит, я все понимаю. Ко мне очень относятся с трепетом. Я должен учить, свой Игнатель. Какой я учитель? Я вообще не учитель. Я просто беру писание и показываю. Главное для меня это община. В наше время создать общину. Почему нигде нету? Только на днях, а вернее вчера, мне позвонили из Барнаулы. До интернета мне трудно добираться. Вы слышали, какое большое собрание было в Москве. Я говорю, а какое? А кто там был председателем? Как тут? Патриарх Кирилл. Ну, внутренне напрягаешься, конечно. А что они говорили? Почему молодежь уходит в мир? Вам забота? Она в мир уходит, молодежь? И патриарх понимает это дело. А как? Этот говорит, как создать общину, чтобы создать одно и то же. А мы можем здесь помочь. У нас материал давно готов. Тем более, опыт не день, не два, почти полвека. Как с детьми? Все любят так, чтобы прохладно было. Ну, бабушке как? Ешь больше, спи дольше. Все, пробовать кончилось. А нужно сказать так. Это обряд первого христианина, который на Луси появился, епископа Михаила. Вот как до Никоновской реформы было. Они все сохранили. Два перста и прочее. А о Духе Святом нет ничего. Почему? И теперь, когда они принимают к себе кого-то, чтобы ты отрекся от всех, которые были праведники 350 лет. Это иначе как безумие, богохульство нельзя назвать. Подряд всех, которые были. А таких-то было ни один, ни два. А Серафим Саровский это неправедник. Он действительно умер у него. Кончина была необычная. Загорелась келья. Это надо придумать, говорит. Это он курил тайно, а то папироса загорелась келья. Я так и ахнул. Это же надо измышлять, придумывать. Яна Кронштадтского, конечно, никого не признает. Игнатия Бричи ни одного не признавать. И ты должен это сказать при крещении. То есть за богохульство тебя примут. Это надо знать. А почему? Эти люди искали. Оптинские старцы. Они искали и находили. Если бы люди жили так, как учили оптинские старцы, как Серафим Саровский, революции не было бы. Мы бы были первой державой в мире. Сегодня показывать. Нас бы было 650 миллионов. Полмиллиарда дьявол сожрал. 150 даже не набирается. А почему? Русский народ самый задушевный был. Всех принимали со всего мира. А сегодня в Америку идут. Бегут туда. Потому что там жизнь дают по-настоящему. А у нас только построили еще. Опять разорили. И по-моему все начинаем строить. А там построили. Один раз стоит. В Духе Святом. Находились люди всегда. И это мы должны сегодня вкраплять в нашу жизнь. Видим, человек трудится. Всячески помогать. Мысленно молиться. Вот такое дело затевает. Какое-то необычное лето сегодня. Приезжают такие люди. Из Германии прилетают принять крещение. Из Сирии. Хотя в Мейруте фактически Льва. Но еще откуда люди. Сегодня одному пришлось отказать. Бывшему священнику. Который хотел с женой, с тремя детьми. Приехал решительно отказать. Чего я никогда не делаю. Принести огорчение людям. Но показали люди. То, что нельзя ему рано приезжать. Он был священником. По какой-то причине стал простым. Касается Духа Святого. Объяснить нельзя человеку, если Дух Святой покидает его. Ты услышал. У тебя на первом месте должна быть Библия. Чтоб Библия вот так вот закованная была. И на русском языке. Это спецзаказ батюшка делает. А до этого была. То он молодожену подарил. Я потом только узнал. Куда-то Библия делась-то. Это такая любовь. Нам есть что сказать. И вот когда мы вокруг Слова Божьего собираемся. Общение это община. Советую вам всем быть на этих, как назвать, беседах или как, которые будут здесь. Это большая, огромная тема, касающаяся Духа Святого. Если человек в Духе Святом никогда не думает даже о том, прощать, не прощать. Это совершенно неверующий человек может говорить. В Духе Святом все говорит о том, я просил вас, прости нам долги наши, как и мы прощаем. И начни читать. И ты нам не прости, как и мы не прощаем. А куда же наши молитвы, куда наши милости, никуда добрые дела делят, если мы думаем простить, не простить. А сколько он нам прощает? До седмижды семи раз. То есть четыреста девяносто раз в день. Если ты греши против тебя, брат, прости, скажи, ты даже не упрекай даже. Простил, да и все. Один раз сказал, чтобы он знал, за что ты имеешь. И вот этот день Пятидесят, если шум этих колоссов соединился в их памяти. И увидев, как шумит народ, а некоторые насмехались над ними, задрожала земля буквально. На улице было слышно. Некоторые пытаются подрожать Пятидесятники, говорения на разных языках, и кроме беснования ничего нет. Сегодня есть о чем поболиться. Краткое молитие скажи, Дух Святой, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверной, и спаси благие души наши. Аминь.